Когда-то, лет в семнадцать или восемнадцать, я с большим чувством распевал, но, как часто бывает с авторскими песнями, её реальный смысл начинает становиться понятен только с определённым временем. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Осталось, было тепло, и вдруг стало пело вокруг. Что же теперь, мой друг, осталось? Пирог на сочельник и слёзы свечей оплывающих, И саночек лёгких весёлый рождественский скрип, И след от полозьев морозную синь убегающих, И птицы, отставшей от стаи, пролзительный крик, И след от полозьев морозную синь убегающих, И птицы, отставшей от стаи, пролзительный крик, И я, как-то птицы, гляжу на леса серебрёные, И первую налить плаваю в скрипке в дежурок, И крылья метели, и крылья метели калёные, Своим рассекаю пока ещё тёплым крылом. И крылья метели, и крылья метели калёные, Своим рассекаю пока ещё тёплым крылом. Вот и ушло тепло на юг, Много внима его досталось. Было тепло, и вдруг стало белым вокруг, Что же теперь, мой друг, осталось? Остыл, провёрзну, как речка, до самого дожка, И не ворочусь уж из снежного издалека. А где-то по небу плывёт и плывёт моё солнышко, Да вот закрывают его от меня облака. По небу плывёт и плывёт моё ясное солнышко, Да вот закрывают его от меня облака. Вот и ушло тепло на юг. С наступающей зимой вас, дорогие друзья! Самое время петь такие песни. Ну вот ещё одна осенняя песня, которую написал Юрий Висбор. Примерно в то же время, песня, которая, как Валерия Бокова, которая сейчас прозвучала, датируется 78-м годом, А тремя годами раньше была написана песня Юрия Висбора, которая называется «Воскресенье в Москве». Звук одинокой трубы. Двор по-осеннему пуст, Словно забытый бобы, Зябнет берёзовый куст, Два беспризорных щенка Возятся в мокрой траве, К стёклам прижата щекам. Вот воскресенье в Москве, Вот телефонный привет. Жди невесёлых гостей, Двигает мебель сосед, Вечером будет хоккей. О, не молчи, мой трубач, Пой свою песню без слов, Плачь в одиночестве, Плачь, это уходит любовь. Мне бы не ведома где Почту такую достать, Чтобы заклеить тот день, Чтобы тебе понослась. Вот ты-то порвёшь с корича Этот чудесный конверт С песней того трубача, День с воскресеньем в Москве. Вот зажигают огни В ближних домах и вдали, Кто-то в квартиру звонит, Кажется, гости пришли. В кварталах дальних и печальных, Что утром серы и пусты, Где выглядят смешно и жалко Сирень и прочие кусты. Есть дом шестнадцатиэтажный, Под домом тополь или клён, Стоит ненужный и усталый, В пустое небо устремлён. Стоит под тополем скамейка И лбом уткнувшийся в ладонь, На ней уснул и видит море. Писатель Дима Рябаконь Он развязал и выпил водки, Он нахрен из дому ушёл, Он захотел увидеть море, Но до вокзала не дошёл. Он захотел уехать к морю, Оно страдание предел, Проматерился, проревелся И на скамейке захрапел. Но море синеголубое, Оно само к нему пришло, И ласковое, и родное, Заулыбалося светло, И Дима тоже улыбнулся, И хоть недвижимый лежал, Худой и лысый, и беззубый, Он прямо к морю побежал. Бежит и видит человека На золотом на берегу, А это я. Никак до моря Доехать тоже не могу. Уснул, качаясь на качели, Кругом какие-то кусты В кварталах дальних и печальных, Что утром серы и пусты. В начале моря, Мира в начале, Полуприкрыв глаза, Так хорошо сидеть на причале, Свесившись в небеса, Ноги уставшие опрокинуть, В пенистый изумрут, Глядя, как теплых ветров не кину, Крыльями чайки мнуть. Вдруг рассмеяться, Весело ибо Глупая в доброте, Не разобравшись, Целует рыба Пятки твои в воде. И от щекотки, Шмурясь блаженно, Видеть со стороны, Как ветер важно, Сдувает пену С влажной спины волны. Так хорошо сидеть на причале, Тихо смеясь в руках, Небо слегка раздвинуть плечами, Чаек перепугать. Так непоспешно белые башни Движутся сонно так, А за спиною парус рубашки, Шейный косынкий флаг. Славно смотреть, Как в час предзакатный, Словно уже не в мочь. Неторопливо и деликатно Солнце уходит прочь, Воду солёную, Как солями, Налюбовавшись в сласть, Миром нехоженным, Кораблями, Морем красивым страстью. Морем красивым страстью. Это песня Сергея Корычева, Написанная на прекрасном море, Море, которое называется Байкал, Потому что Серёжа долгое время жил в Иркутске, А сейчас живёт в Москве. Это повод для нас для всех вспомнить про лето, Которое прошло. Но прошло, я надеюсь, незабываемо для всех вас. И вот ещё одно напоминание о лете, Которое нам досталось от прекрасного автора, У которого сегодня день рождения. Это ещё одна причина, По которой я хочу спеть эту песню. Юрий Цендровский сегодня родился. Флейта Моцарта. Вижу старый колодец, Открытый доской, Вижу я деревенский пейзаж, И настал я узорно-потопный такой, И на сердце небесная блажь. Приплывает к поленице птичий перо, Золотая планета встаёт на ребро, Голова стеки-почки танцует хвостом, Моробей на мяки не грустит. Вот и слаб, вот и пламенный бык, И шальный последний, Возвратился на круги своя. Вот собака лежит и барон, Перед ней может дружба, А может семья. Я стою посредине великой усы, Облака выркарится на небеси, Богомольная улица, Тика кряхтя, Зажигает лампады в углах. Но внезапно над миром рождается гром, Электричество бродит в крови, А какой повсеместный и жуткий погром Нам устроить Илья норовит. Мы с тобою бежим к разъярённой реке, Этикет нарушаем на мокром песке, Наше бурство разгулы стихии сродни, И стихия приветствует нас. А когда бутыльки соберутся в столбы, Глосы и лучи задрожат, И приезжий художник из низкой избы Торопливо набросит пиджак, Я пущусь перелесками в медленный путь, Чтобы от жаркого дня по Москвыть отдохнуть, При вечерних полях для отпятых бродяк, Плита Моцарта снова жива. Я пущусь перелесками в медленный путь, Чтобы от жаркого дня по Москвыть отдохнуть, При вечерних полях для отпятых бродяк, Плита Моцарта снова жива. Я часто на концертах, часто-часто, Я стараюсь петь песни сибирских авторов, И считаю, что сегодня, в общем, Не должно быть никаких исключений для них сделано. И мы, наверное, сегодня будет немножко другое, Немножко по-другому выстроена программа. Я предлагаю вспомнить про города. Вот есть три песни, которые имеют прямое отношение к городам. И первая из них сочнена Алексеем Макаревичем. Она называется «Песнь о городе». И Алексей её написал про город Бийск. Но я, пометуя о том, что Алексей учился в городе Томске, И спросил разрешение петь эту песню про город Томск, И получил разрешение. И сейчас спою вам томскую версию этой песни. Мой городок дремучий, мой городок нескучен, Днем живут просто люди, впрочем, как и везде. Утречком на работу, вечером дом заботы, Ночью одна забота и та постель. Это, друзья, мой город, город, где был я молод, Город, где повстречал я любовь свою, Медленно, как в трамвае, жизнь моя проплывает, Я же её, как песню себе пою. Там триамтаром, таром, там триамтаром, таром, Там триамтаром, таром, там триамтаром. Всюду родные лица, негде уединиться, Это во мне столица, это во мне Москва. Это, друзья, мой город, дома каянных полон, Бедной души цветущая друг трава. Тихий напев гармоний, сердце моё наполнит, Я воспалю и тут же вниз упаду. Всё это, без сомнения, томское притяжение, Так по вечернему лицам я иду. Город провинциальный в дымке вечерний тает, Ветер ласкает серые тополя. Тянутся вдаль сутулись, Клёны вдоль томских улиц, Впрочем, как и возможно, Вся жизнь моя. Там триамтаром, таром, там триамтаром, таром, Там триамтаром, таром, там триамтаром. А вот песня, написанная Игорем Ивановым, Моим хорошим другом, который называется Владивосток. Редко её пою. В полумёртвой электричке За полночь уже Подбирал, о, этот, мычки К собственной душе. Двери в тамбур разъезжались, Рвались пополам. Пассажиры зябко шались По своим углам. Все старательно Сдевали, Все старательно Дремали Ни о чём скорбя. Потихоньку Убивали Время И себя. Лишь поэт Неугомонный Время Сторожил. С полу оторопью Сонной Как умел Дружил. Претерпевшись К неуюту Это ли Беда? Мой поэт Считал Минуты Глядя В никуда. А вернее Опечален Кем Мнотой Без дна. Он Глядел В слепые дали Пыльного Стекла Окна. И явилось Неоткуда Замастив Окно Неожиданное Чудо Странное Кино. Этот Берег Океана Эти Корабли. Вдалеке Портальных Кранов Птицы Журавли. Этот Город За спиною Руку Протяни. У Гасающего Зноя Мокрые Огни Неподвижны Небеса И Видится Вдали. Эта Женщина Басая В Платье До Земли. С Отрешеною Улыбкой Стоя У Воды. Наблюдает В Рябе Зыбкой Лунные Следы. И Как Будто Засыпая И Отдавшись Сну. Эта Женщина Ступает В Мелкую Волну. Вод Вод Уже Плывет Куда-то Господи Куда И Мерцает Виновата Сонная Вода Вод Уплыла Растворилась С морем За Одно И Само Собой Закрылась Странное Кино В Электричке Полусонной Тени Повело Вод Мой Поэт Заснул Бессонно Вжавшись Лбом В стекло И Душа Его Смотрел В Средоточье Сна Где Стояла В Платье Белом Женщина Одна И Душа Его Хотела К той Что там Вдали В платье Легком В платье Белом Платье До земли Платье Легком Платье Белом Платье До земли Платье Легком Платье Белом Платье До земли Платье До земли Платье До земли А вот песня Фёдора Горковенко, которую он написал на стихи московского поэта Владимира Голованова, в которой тоже речь пойдёт о городах. Совсем по-другому. Ночь имеет вкус горчицы, горькой, как беда. Синий город мне приснится, это город А. Ты почувствуешь тревогу, выйдешь за порог. В город Б идёт дорога, в красный городок. Ночь имеет вкус граната, видишь, на восток. Синие идут солдаты в красный городок. Ночь имеет вкус жаснина, лишь один герой. После битвы невредимый двинулся домой. Вот он, не прошло и года, ласковый жених. Смерть имеет привкус мёда на губах твоих. На губах твоих. На губах твоих. Петр Горковенко Петр Горковенко долгое время жил в городе Томске. Он там родился, вырос, получил образование, но нашёл себе жену в Ташкенте и уехал туда. В Ташкенте он жил какое-то время. И там же он познакомился с творчеством прекрасного русского поэта Александра Файнберга, на стихи которого напишет песню, которая становится с каждым днём и с каждым годом актуальнее для меня. Песня, которую я тоже давным-давно не пел, но сейчас она как-то появилась опять в репертуаре, так бывает с песнями. Песня, которая называется «Утешение Верлена». Почему актуально? Да потому что с кем бы я, о чём бы ни разговаривал, будь то в России или в каких-то других странах, часто возникает вопрос «Когда закончится вся эта хрень?» Понимаете? И меня спрашивают, и в воздух, и в эфир спрашивают. И, в общем, странное, что не важна тема разговора. Вот что самое интересное. Поэтому есть ответ, мне кажется, который Александр Файнберг для нас приготовил из начала 90-х годов, если не конец 80-х, когда всей этой хрени не было, была другая хрень. Но послушайте. На небо не взошла звезда, Воронно спит в гнезде дрозда. Законный принц идёт на плаху, Всё встанет на свои места. Не знает казначей до ста, У короля лицо скота, Дворцовый сидит по тоску, И всё встанет на свои места. В руках у вора меч суда, Во власти монстра красота, Пират пробрался в адмирал, И всё встанет на свои места. Ты говоришь, машна пуста, На рынках нету ни черта, По тюрьмам тоже голодают, Всё встанет на свои места. Была б душа твоя чиста, Всё встанет на свои места. Так нам сказал Христос однажды, И в небо воспалил с креста. Мы перенеслись с вами в город Ташкент, В который уедет ещё один томич талантливый, День рождения которого мы праздновали вчера. Его зовут Игорь Владимирович Набоких, Прекрасный композитор. Наше знакомство состоялось очень памятным для меня, Знакомство со своё творчеством, Потому что в ту пору, где-то в 91 году, Я уже ходил в турклуб, Уже делал какие-то авторские песни, И поэтому часто я старался не пропускать ни один фестиваль, Который проходил в городе Томске. И вот на одном из фестивалей, После того, как выступил Сергей Матвеенко И какие-то наши знакомые сибиряки, Появляется на сцене некий молодой человек, Садится так аккуратненько, значит, ему микрофон, И он поёт следующую песню, Я вам сейчас её спою. Попробую спеть. Когда луна в облаках дымя, С воды вечерней сдувает пенку, То всё, что может пугать меня, Лишь ветер застрявший между двумя песчинками пепла. Только ветер и сной мелководный рак Уходит вглубь, шевеля клешнями, И червь твердеет от зноя, Как полоска раствора между двумя кирпичами. Ветер живёт между лапостями Ветер живёт между лапостями Ветер живёт между лапостями Ветер живёт между пленой Ветер живёт между пленой Жарко и ветряно Веткою тронешь Милеет зеркало Луна, что пола внутри, как цель Имеет плаш, согласительно дан Если выстроить публики В непрерывную цепь То внутри их завертится ураган Будет от Рыбинска до Монголии Полоски ржи, горячи и ржавы Мозг приносится ветром Смотри, у Гоголя Из какой-нибудь мелкой буржуазной державы Ветряно, жарко и ветряно Веткою тронешь Милеет зеркало Кто живет внутри ветра Мнимые величины Тени дубов, чьи тела разрушены Пустые тревоги Действия без причины И не превратившиеся в пустомерик души Кто живет во вне ветра Все остальное Бог, избегающий видимых подтверждений Предпочитает мне думаться иное То истинные пейзажи Заводи и движения Ветрен на други мои Глубокие горы, как рыбы Вдыхают ртами И твой же крик Возвратится в легкие Едва коснувшись Твоей гортани Ветрено, жарко И ветрено Веткою тронешь Милеет зеркало Ветрено, жарко И ветрено Разумеется, после этой песни я был очень возмущен Как, наверное, многие из вас сейчас Я понимал, что этот человек совершенно случайно оказался на сцене И что ему, конечно, не место в нашем жанре Это было совершенно очевидно для меня Потом я поменял свои взгляды И подружился с Игорем Познакомился и подружился с Игорем Набоких И мы по-прежнему дружим И я хотел еще спеть одну песню Которую он написал И это тоже будет не случайная песня Потому что сегодня Мы с вами празднуем 200 лет Со дня рождения Федора Михайловича Достоевского Человека, который оказал просто Неоценимый вклад И в русскую литературу И, пожалуй, в самый читаемый сейчас Писатель русский Не только в России, но и за рубежом У Федора Михайловича Достоевского Еще до каторжи на его период Есть ранние повести И одна из них, второе его произведение Называется «Двойник» Это история про мелкого чиновника Якова Петровича Галяткина Который живет своей спокойной жизнью Никого не трогает До тех пор, пока не появляется в его жизни Некий человек, удивительным образом на него похожий Который начинает строить Якову Петровичу Всякие разные Каверзы И Возвращайтесь И делает, в общем, жизнь человека этого Еще более несчастной Об этой истории Эту историю очень полюбил Юрий Левитанский Посвящением которому было стихотворение Юрия Арабова На которую написал музыку Игорь Набоких Вот эта песня «Ветрено» Это стихотворение Юрия Арабова Известного режиссера Который когда-то в молодости увлекался поэзией И писал стихи И вот Юрий Левитанский написал стихотворение, которое назвал «Плач о господине Галяткине» И вот это стихотворение тоже привлекло внимание Игоря Набоких И получилась песня, которую я сейчас Которая тоже становится актуальной Вот люди удивительным образом По-другому начинаешь воспринимать многие песни У наше странное время И послушайте Господин Галяткин Душа моя Человечес смиренный и тихий Вольнодумец тишайший Бунтарь незадачный Сокрушитель печальный Это что за погода у нас? Что за ветер такой окаянный? Это что за напасти такие Одна за другую на голову нашу? Господин Галяткин Душа моя Старый питерский житель Утешитель опальм Бедолага отпетый Страстотерпец строптивый Это что там за мерзкие рожи Мелькают за этой переклятой вьюгой? Что за гнусные хари Что за рыло свиные Люциферово грязное семя? Господин Галяткин Душа моя Человек незлопивый и кроткий Вольтерьянец смиренный Дон Кишот на манер Петербургский Что за хитрые сети Плетет сатана вокруг нас? Что уже на мышагу Ступить невозможно Как будто все разы Бесовские силы Сошлись против нас Сошлись против нас Господин Галяткин Душа моя Человече смиренный и тихий Вольнодумец тишайший Бунтарь незадачливый Сокрушитель печальный Это что за погода у нас? Что за ветер такой окаянный? Это что за напасти такие Одна за другую на голову нашу? Господин Галяткин Душа моя Старый питерский житель Мой двойник Мой заветный тайник Мой дневник Не написанный мною Он стоит на холодном ветру Потирая озябшие руки Отвечает смиренно и кротко Авось обойдется Авось обойдется А в юга-то в юга На проспекте На Невском Все пуще и пуще А свиные корыла За этой треклятой В югой уж в конец Обнаглели То куснуть горовят То щипнуть То за полушинели Подергать Да к тому же При этом еще Заливаются смехом Бесны и жим Господин Галяткин Душа моя Человек не зловивый И кроткий Да ведь тоже Недолго ему Посерчат Не на шутку Но если дело То дальше пойдет Тут уже и амбиции пахнет Сатисфакцией пахнет А может быть даже того Конфронтацией даже Может быть даже сиятельных Неким особо Эй, коня, господину Галяткину Черт подели Да хочу до шпагу Острый меч Господину Галяткину Да пожалеет Барабаны бьют на полцу Барабаны бьют Барабаны Чей-то конь кровит Чей-то меч Звенит Чей-то день Вдоль стены Крадется Колокольчик Бубенчик Звенит Вдалеке Звенит Колокольчик Только все Обошлось бы О, Господи Авось Обойдется Авось Обойдется Авось Обойдется Авось Обойдется К нам удача лицом повернется Судьба Улыбнется Авось Обойдется Авось Обойдется К нам удача лицом повернется Судьба Улыбнется Авось Обойдется Авось Обойдется Господин Галяткин Душа моя. Антракт, дорогие друзья. Спасибо вам большое за записки. Ага, так, вот, пожалуйста, еще. Там много вас учитываете. Ну, прекрасно, у нас практически отделение сформировано. Я думал, что я могу петь песни, которые я написал для второго отделения, а оказалось, что нет. Я думала, пожалуйста, бойки. Так, Берковский, я на полуострове. Вы знаете, не все песни у меня в репертуаре есть, поэтому что-то, может быть, я пропущу. Песня про море. Спойте, пока спи. Замечательный фильм про море. Может, расширить тему на океан. Песен про море у меня огромное количество, а про океан нет ядовое. Как это не грустно? Амазонка. Амазонка, это про речку. Ну, тоже вода. Из океана. Из океана. Городницкого, да полным-полно, что вы? У него что про океан. Да нет, не все. Хорошо, идем тогда по вашим запискам. Так и сделаем. Пока уходят облака, Устав от снеговой работы, Луна подглядывает в ноты, Смычки лучи держа в руках. Сыграть ей нужно в эту ночь В сугромах тысячи мелодий Круги зажечь на небосводе, Чтоб привидением помочь Круги зажечь на небосводе, Чтоб привидением помочь Еще задача на бегу В ее сегодняшнем круженье Явиться синим продолженьем Твоей фигуры на снегу Явиться синим продолженьем Твоей фигуры на снегу Чтоб ты, продавливая наст Сказала, будто мимоходом Какая чудная погода Какая полная луна Какая чудная погода Какая полная луна Чтоб я, не смученный медведь Давно лишившийся покоя Теперь увидел бы такое Что в свете дня не разглядеть Теперь увидел бы такое Что в свете дня не разглядеть Пока уходят облака Устав от снеговой работы Луна подглядывает в ноты Чтобы сыграть наверняка Луна подглядывает в ноты Чтобы сыграть наверняка Вот песня Еще одна песня Висборра Которая называется Воспоминание о пехоте Меня попросили спеть эту песню Висборр написал эту песню В 81-м году И назвал ее Так же, как называется Стихотворение Одного из любимых его поэтов Александра Межерова Может быть, вы знаете Это стихотворение Воспоминание о пехоте Вы слышали? Да Прекрасное стихотворение Поэта Фронтовика Мне кажется, что эта песня Была написана даже не о Великой Отечественной войне А о войне в Афганистане Ну, на самом деле, о любой войне Воспоминание этой хоть Нас везут в медсамбат Двух почти штаб-коллег Выполнявших приказ Не совсем осторожно Я намерен еще Протянуть пару лет Если это, конечно В природе возможно Мой товарищ лежит И клянет шепотком Я ж на чутких врачей Убываю тайком Если это, конечно В природе возможно Я ж на чутких врачей Убываю тайком Если это, конечно В природе возможно Перед нами в снегах Леса тундра лежит Медицинская лошадь Придет осторожно Я надеюсь еще На счастливую жизнь Если это, конечно В природе возможно Я надеюсь еще На счастливую жизнь Если это, конечно В природе возможно Так и еду я к вам В этих грустных санях Что же вас попросить Чтоб вам было не сложно Я хочу, чтобы вы Не забыли меня Если это, конечно Я хочу, чтобы вы Не забыли меня Если это, конечно В природе возможно Попросились петь песню Неожиданно Не, самая неожиданная Была песня Песня группы Кино Самая Это первая Из неожиданных вариантов Или песню Высоцкого Про утреннюю гимнастику Еще мы просили сказать Чего я тоже, наверное Не смогу сделать Сегодня и сейчас Извините Просто не в репертуаре Ну а третьей По неожиданности Песня, которая Прозвучала в кинофильме Человек-амфибия Написана она была Андреем Петровым И Юлией Друниной Ну попробуй вспомнить Что же Уходит рыбак В свой опасный путь Прощай, говорит жене Может, придется ему отдохнуть Уснув на песчаном дне Бросит рыбак на берег взгляд Смуглый махнет рукой Если рыбак не пришел назад Он в море нашел покой Лучше лежать на дне В синей прохладной мгле Чем мучатся на суровой Жестокой проклятой земле Будет шуметь вода Будут лететь кота И в белом тване скроются Черные города Заплачет рыбачка Упав ничком Рыбак объяснить не смог Что плакать не надо Что выбрал он Лучшую из дорог Пусть дети-сироты Его простят Будь и у них такой Если рыбак не пришел назад Он в море нашел покой Лучше лежать на дне В синей прохладной мгле Чем мучатся на суровой Жестокой проклятой земле Будет шуметь вода Будут лететь кота И в белом тумане скроются Черные города Продолжаем морскую тему Попросили меня спеть песню Куплеты Фомы и Филиппа Это опера Аперетта Вольный ветер 1954, кажется, год Исаак Осипович Дунаевский Эту песню характеризовал Как несложный мужской дуэт Ритмического характера С элементами танца Есть у нас один моряк Он скитался в тех морях Где ни плавал Ни колумб, ни век Шел он в Актике на дно И танул на юге Но выходил всегда сухим на берег Он скитался много лет Видел старый новый свет Не боялся шторма Он и шквала Что ему девятый вал Что ему десятый бал Он и в бурю напевал Он и в бурю напевал Постоп! Дили-дили-дили-дили-дили-дили Дили-дили-дили-дили-дили-баб Мы шторм уж дели Не ходили в Сиан Кто, что должен знать матрос Майновир, стоп, несос Кто не знает, кто не понимает Есть он нас один моряк Плавал он во всех морях И в своих родных, и за границей Чтоб не мог он помнить все Итальяна и бронзе Но умен со всеми объясниться И везде, и всюду он Был друзьями окружен Проходя под парусом посряду Друзья и корабли Все ему на помощь шли Вдалеке заслышав песню эту Дили-дили-дили-дили-дили Дили-дили-дили-дили-дили-дили-дили-дом Мы ли филипинами не были в постах Дили, 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 пап Мы, что прошлили, не ходили в сиах Вот, что должен знать матрос, май на вирус, стоп, Исос Кто не знает, кто не понимает, а-а-па Матросы продолжают свой этот матросский танец Есть у нас один моряк, говорит он, что моряк Не страшный матросу даже чертит Потому что есть друзья, это он, ты, ты и я Им это лучшая семья победит Нам ведь вместе по пути до седьмого дна идти На седьмое небо завернаться Заглушим этаж гром, если вместе запоем Эту песенку родную, братцы Мыли-пилипинами, не были в Бостоке Дили-дили-дили-дили-дили-дили Дили-дили-дили-дили-дили-бам Мы, что проштили, не ходили в Сиган То, что должен знать матрос, майновид, стоп-писос Кто не знает, кто не понимает Моя тарапа Дили-дили-дили-дили-дили Дили-дили-дили-дили-дили-дам Ме-дили-дили-дили-дали-диле-диле-дам Мне делиться на минуту-далеею Остон АПЛОДИСМЕНТЫ Евгений Клячкин ошибочно эту песню считал написанной на музыку польского композитора Анжиа Джосковского. Но на самом деле ее написал давным-давно, в 30-х годах, прекрасный клавнетист Арти Шоу. И вообще когда-то это был такой танцевальный фокстрот. Сейчас вспомню. Назывался он Moonray. Ага, если вспомню. Moonray, put a spell upon my lover. Under this starlit cover. Use all your magic charms. Moonray, let your sweet enchantment blind you. Then I shall wait to find you, here in my loving arms. Once we had a joy of girl in love with boy. Moonray, put an end to all my sorrows. Bless me with sweet tomorrows. Bring back my love to me. И дальше, разумеется, шло сова кларнета. Не все танцевали, пара танцевали в танцинг-холлах. И вот эта песня была популярной в 30-е и 40-е годы. Потом про нее забыли. И вспомнил про нее Анжи Джосковский, которого попросили написать текст, написать саундтрек кинофильму, который тогда снимался после киностудии, кинофильму «Загадочный пассажир». И он использовал эту тему, немножечко ее переаранжировав в ту пору широко для создания загадочности. Использовался тогда еще очень новый эффект реверберации. И вот все это звучит в каком-то гулком космосе. Если вы посмотрите на этот фильм, вы увидите, как она интересна и интерпретирована в этом фильме. И вот этот фильм увидел Евгений Кляшкин. И ему понравился ромотив. И он приедет, придет домой и напишет песню, которую назовет «Подарок». Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Песня. Попросили спеть песню Александра Галича. Я это делаю с удовольствием. Александр Галич – удивительный совершенно поэт, песня которого мне очень тяжело петь в необработанном виде. Наверное, потому что я как аранжировщик, как исполнитель очень часто иду от музыки, а не от текста. Но когда появляется какая-то музыкальная интерпретация его песен, сразу я включаюсь, и вот две песни появились в моем репертуаре. Одна из них частично аранжирована мной, вернее, частично придумана мной, имеется в виду музыка, потому что музыка у Галича немножко другая. Частично у этой песни есть огромное количество исполнений, и меня заинтересовало исполнение, которое было выполнено Галиком Посиповым. Есть такой в Москве человек, живет он совсем не из среды авторской песни, но он очень хорошо и уважительно относится к Галичу. И вот у него есть альбом, который называется «Еще раз о черте». И там я услышал эту песню, по-новому ее услышал. И потом, в общем, сам стал немножечко что-то делать, и появилась песня, которую Галич написал в 60-м году, она называется «Еще раз о черте». «Еще раз о черте» Я считал слонов, и внечет, и в чёт, и всё-таки я не уснул. И тогда ко мне явился мой чёрт, и уселся верхом на стул. И сказал мне чёрт, ну что, старина, ну как с тобою повешим? Заключим союз, и айда в стреминах, и ещё чуть-чуть погрешим. И ты можешь лгать, и можешь блудить, и друзей придавай гутом. А то, что придётся потом плодить, так это ж пойми потом. Аллилуйя, 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 аллилуйя потом. Но зато ты узнаешь, как сладок грех этой горькой порой сидит. И что счастье не в том, что один за всех, а в том, что все как один. И ты поймёшь, что нет над тобою суда, нет проклятия прошлых лет. Когда вместе со всеми ты скажешь да, и вместе со всеми нет. И ты будешь волков на земле плодить, и учить их вилять хвостом. А то, что придётся потом плодить, так это ж пойми потом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя потом. А что душа в прошлогодний снег, как летишь, пронесёт и так. В наш адомный век, в наш каменный век, нас есть цена пятна. Крика, моду нужно это добро, если всем дорога в залу. Ну давай, старина, певи перо, и вот здесь распишись, в углу. И чёрт подрогал мизинцем бровь и придвинул ко мне флакон. Аллилуйя, 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 чернила, ответил он. Аллилуйя, аллилуйя, чернила, ответил он. Аллилуйя, 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 чернила, ответил он. В 1972 году, три года спустя, у Галича будет непростое время. Его исключают в этом году из члена Союза писателей, из Союза кинематографистов, и у него происходит инфаркт. И вот он живет на пенсию, 68 рублей, и представляет из себя совсем уже не то, что он представлял три года назад. Это человек, можно сказать, находящийся на самом низу социальной лестницы, скатившийся буквально в один момент, с вершин вниз. И в этот год Галич напишет песню, которую меня попросили спеть. Эта песня называется «Песня об отчим доме». Ее музыкально переработал прекрасный композитор Владимир Киркин. Ты нечасто мне снишься, мой отчий дом, золотой мой, недолгий век. Но все то, что случится со мной потом, все отсюда берет разбег. Здесь когда-то очнулся я, сын земной, и в глазах моих свет возник. Здесь мой первый гром говорил со мной, и я понял его язык. Как же странно мне было, мой отчий дом, когда некто с пустым лицом мне сказал, усмехнувшись, что в доме том, Я не сыном был, а жильцом, угловым жильцом, что копит деньгу, расплатиться за хлеб и кровь. Он копит деньгу, и всегда в долгу, и не вырвется из долгов. А в сновней верности в мире сём клялись многие, и не раз. Так сказал мне некто с пустым лицом, и прищурил свинцовый глаз. И добавил, а впрочем, слугай в солги, может, вымолишь тишь да гладь. Но уж если я должен платить долги, так зачем же при этом удать? И пускай я крошу насклику с трудом, и пускай велика цена, Кредитор мой суровый, мой отчий дом, я с тобой расплачусь сполна. Но когда под грохот чужих подков грянет свет роковой зари, Я уйду свободный от всех долгов, и назад меня не зови. Не зови высвали тебя из огня, не зови разделить беду. Не зови меня, не зови меня, не зови, я и так приду. 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 Идем дальше по вашим заявкам. Так, меня попросили спеть песню Луферова. Еще попробую вспомнить. Так. А вот песня хорошая, песня, которую тоже у меня просили исполнить. Это песня Яромира Наговицы, которая по-чешски называется «Minulost». А в переводе на русский язык «Minulost» — это то, что миновало, то, что прошло. Песня называется «Прошлое». Ее перевел, мне кажется, гениально перевел на русский язык, прекрасный Алексей Гомосков. Ближе к полуночи вдруг постучится в дверь незваный гость. Там за порогом стоит ваше прошлое, все, что сбылось. Платья все тоже, и козы все те же, и боты велики взглянет на вас с улыбкой смущенной, Коснется руки и скажет «Ну вот и я, звали меня, помните как, звали меня, я ваше прошлое». В вашем кармане уже много лет лежит тот платок с узелком. Вы завязали его, чтобы вспомнить, забыли о ком. Все, что в пути обронили, исчезло, все ушло, как под лес. Девочка в ботах несет в узелке его, но вам не вернет, а скажет «Ну вот и я, звали меня, помните как, звали меня, я ваше прошлое». Кроны все выше, а травы все ниже, в одуванчиках сквер. Красный трамвайчик бежит до конечной, звонки как пионер. Ах, как душа замирает, больно сжавшись на вираже. Жаль, что вожатых, что вас спасили, нету живых уже. И вот и я звали меня, вы и тогда знали меня, я ваше прошлое. Вишни не вырастут на синий, из моха не вырастет лес. Все, что не допитое и не съедено, надо допить и съесть. Девочка в платьице, девочка с косами все к столу подаст и скажет «Ну вот и я, звали меня, помните как». Звали меня, я ваше прошлое. Звали меня, я ваше прошлое. Что же стелите постель, ложитесь к стене и гасите свет. Ночью сюда придут те, кого знали вы, кого уже нет. Вы назовете по имени каждого, вспомнив их имена. Проснетесь рад, а рядом, свернувшись клубочком, лежит она и шепчет. Ну вот и я, звали меня, вы же всегда знали меня. Ну вот и я, звали меня, помните как. Звали меня, я ваше прошлое. Звали меня, я ваше прошлое. Похоже, я ваше прошлое. Можешь из последнего дюйма вспомнить? О, ничего себе. Надо вспомнить. Ну, пошли попробовать. Из последнего дюйма. Ничего себе. Это надо мне, чтобы там вспомнить. Как-то я там играл. Давай я подумаю, вот в следующей песне буду петь и думать, как поется последняя песня. Так, о чем вы меня еще просили? Вот еще песня, которую я пел давно, в 2002 году у меня был концерт в Томске, большой. Один из первых, самый первый большой концерт, когда был зал на 700 мест, и представляете, пришел народ, полный зал, эх, была речка. Концерт этот назывался «История любви», и я решил, что я в этот концерт не буду ничего говорить, практически обыкновенной речью, я буду читать стихи между песнями. И я читал стихи, придумал какую-то историю, какие-то истории, песни, которые подходили под название концерта. И заключительной песней была как раз песня, которую меня попросили здесь исполнить, песня, которая называется «Старый Новый год». Это песня на стихи «Юный морец», которую написал Лев Степанов, лидер группы «Мышеловка», московской группы. Но стихотворение, которое я читал перед этой песней, я его уже забыл, поэтому давайте я все-таки не буду изменять свои привычки, все-таки прочту стихотворение, но другое. Другое. Вот какое. Это Юрий Левитанский. Так дни неслись, так быстро время мчалось, что мы не успевали замечать, как листья блекли, и не наблюдалось, как листья успевали облетать. Как вновь они раскрыться успевали, и с дождиком сойдясь на коротке, цвела сирень, и дыни поспевали, и сливы поспевали, и дыни золотились на лотке. И постепенно небо прояснялось, и как-то утром, выглянув в окно, спохватывались все, и выяснялось, что снег лежит на улице давно. Что искрится за ближней подворотней, как елочные хрупкие шары, не прошлогодний снег, а новогодний в накрапах мандаринной кожуры. И дети уже возятся с сарями, и не вчера ли выстроенный дом весь заселен и светится огнями. Но это все заметилось потом, когда у нас вовсю сверкала елка, и мы уже почти совсем без сил сидели за столом, И кто-то громко за тостом новый тост произносил, и говорил, что можно жить без боли, и есть к тому достойные пути, Чтоб день начать, как будто выйти в поле, и жизнь прожить, как поле перейти. И все равно мы дети, нам так страшно на елку опоздать из-за метели, Из-за трамвая или гололеда, на этот праздник детский опоздать. Мы женимся, разводимся, простите, но все равно мы дети, мы на елку, И мы летим за этой праздничной добавкой, добавьте нам хоть старый Новый Год. Он старый-старый, он уже совсем не новый, на нем уже пылали эти свечи, На них уже сверкали эти слезы, однажды утром эти гости разошлись, Но мы летим опять на это пламя, но втайне мы надеемся на чувства, На саду самую желанную добавьте нам хоть старый Новый Год. Он старый-старый, он уже совсем не новый, на нем уже сыхали эти песни, И эта ночь, и этот воск, и эти чувства, однажды утром этот воск окаменел. Но все равно мы дети, мы на елку, и мы летим за этой праздничной добавкой, За невозбранным мы неповторимым, добавьте нам хоть старый Новый Год. Он старый-старый, он уже совсем не новый, На нем уже свинели эти струны, на нем уже сверкали эти клятвы, Однажды утром только пепел золотой, но мы готовы умереть за этот пепел, За этот праздник нашей нежности и грусти, И мы летим за этой праздничной добавкой, Добавьте нам хоть старый Новый Год. Ла-ла-ла-ла-ла-лай-лай, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Простите солдату последний грех И памяти не хранят И ставьте над нами могильных вех Какое мне дело, какое вам дело До нас до всех, какое вам дело До нас до всех, какое мне дело До вас до всех, а вам до меня Какое вам дело, какое вам дело Какое вам дело Песню очень известную Очень необыкновенном исполнении Потому что обычно ее поют по-другому На далекой Амазонке На далекой Амазонке не бывал я никогда Никогда туда не ходят иностранные суда Только Дон и Магдалина Быстроходные суда Только Дон и Магдалина Ходят по морю туда Почему-то вы не подпеваете Из Ливерпульской гавани Всегда по четверкам Суда уходят в плавань К далеким берегам Плывут они в Бразилию В Бразилию, в Бразилию И я хочу в Бразилию К далеким берегам Только Дон и Магдалина Только Дон и Магдалина Только Дон и Магдалина Ходят по морю туда Никогда вы не найдете В наших северных лесах Длиннохвостых ягуаров Проненосных черепах Но в солнечной Бразилии Бразилии моей Такое изобилие Невитокных зверей Из Ливерпульской гавани Всегда по четверкам Суда уходят в плавань К далеким берегам Плывут они в Бразилию В Бразилию, в Бразилию В Бразилию И я хочу в Бразилию К далеким берегам Только Дон и Магдалина Только Дон и Магдалина Находят по морю туда А в солнечной Бразилии Бразилии моей Такое изобилие Невитокных зверей Увижу ли Бразилию 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 Увижу ли Бразилию До старости моей Бразилию 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 Бразилия 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 Ла-ла-я, 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 ла-ла-я Из Ливерпульских калорий всегда по четверкам Суда уходят по оборег далеким берегам Плывут они в Бразилию, в Бразилию, в Бразилию И я хочу в Бразилию к далеким берегам С Ливерпульских калорий всегда по четверкам Суда уходят в тавани к далеким берегам Плывут они в Бразилию, в Бразилию, в Бразилию И я хочу в Бразилию к далеким берегам Только Том и Макдалина Только Том и Макдалина Только Том и Макдалина Ходят по оборегу Куда Я, побывавший там, где вы не бывали Я, повидавший то, чего вы не видали Я уже там стоявший одной ногою Я говорю вам, жизнь все равно прекрасна Да, говорю я, жизнь все равно прекрасна Даже когда трудна и когда опасна Даже когда несносна, почти ужасна Жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна Вот оглянусь назад, далека дорога Вот погляжу вперед, впереди немного Что же там позади, города и страны Женщины были, Жанны, Марии, Анны Дружба была и верность, вражда и слоба Комья земли стучали, а крышку проба Старец хорон над темною дой рекою Ласково так помахивал мне рукою Ниточка жизни, шарик непрочно свитый Сыбкий туман надежды, дымок согласна Штопаны, перештопаны, мягкие пики Жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна Небо багрово-красное перед восходом Лес опустел морозного круг и ясно Здравствуй, мой друг, воронушек С Новым годом, холодно, братец А все равно прекрасна Здравствуй, мой друг, воронушек С Новым годом, холодно, братец А все равно прекрасна С Новым годом, холодно, братец Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла... В склянке тёмного стекла Из-под импортного пива роза красная цвела Гордо и неторопливо исторический роман Сочинял я понемногу, пробиваясь, как в туман От пролога к пилогу Каждый пишет, как он слышит Каждый слышит, как он дышит Как он дышит, так и пишет Не стараясь угодить Так природа захотела Почему не наше дело Для чего не нас судить Были дали голубы Была вымысла в избытке И из собственной судьбы Я выдёргивал по нитке Путь героев снаряжа Наводил о прошлом справки И поручикам в отставке Сам себя воображал Каждый пишет, как он слышит Каждый слышит, как он дышит Как он дышит, так и пишет Не стараясь угодить Так природа захотела Почему не наше дело Для чего не нам судить И мысел не есть обман Самый сел еще не точка Дайте написать роман До последнего листочка И пока еще жива Роза красная в бутылке Дайте вы крикнуть слова Что давно лежат в копилке Каждый пишет, как он слышит Каждый слышит, как он дышит Как он дышит, так и пишет Не стараясь угодить Так природа захотела Так природа захотела Почему не наше дело Для чего не нам судить Каждый пишет, как он слышит Каждый пишет, как он слышит Каждый слышит, как он дышит Затихает Москва Каждый слышит, как он дышит Каждый слышит, как он дышит Каждый слышит, как он дышит Дорогие москвичи На прощание Чем наградить мне Вас за внимание До свидания Дорогие москвичи Доброй ночи Доброй вам ночи Вспоминайте Вспоминайте нас Но когда по домам Вы отсюда пойдете Как же к вашим сердцам Подберу я ключи Чтобы песней своей Помогать вам в работе Дорогие мои москвичи С теней дымкой окутаны Стройные здания Ярче плещут Кремлевских рубинов лучи Я надеюсь Ну что ж вы Москвичи Ждут вас завтра Дела Скоро ночь До свидания Они ждут Дорогие мои Москвичи Ну что сказать вам Москвичи На прощание Чем наградить мне Вас за внимание До свидания Дорогие москвичи Доброй ночи Доброй вам ночи Вспоминайте нас Вспоминайте нас Спасибо вам Спасибо вам АПЛОДИСМЕНТОМИ Друзья мои Целый месяц концертов Это значит что я приглашаю вас Кому не хватило Вдруг кому-то не хватило Приглашаю вас Сперва 18 числа Будет Концерт песен Щербакова Сборной Но я там пою 8 По-моему 8 Да А вот есть Потом будет 20 числа Будет концерт В Коломне С Сергеем Шитовым Если кому-то не лень Пожалуйста Приезжайте в Коломну Мы там будем играть Потом будет 23 числа Фрак Это Гнездо Глухаря Спектакль 25 Это киноклуб Эльдар Если вы придете Я буду петь Другие песни Так и быть Значит И 27 У меня будет Небольшой домашний концерт В общем Вся информация Есть на моей странице Вконтакте И в фейсбуке Пожалуйста Приходите Если вам вдруг Еще захочется За мной встретиться Еще раз Огромное вам спасибо За этот вечер Спасибо Спасибо Спасибо